Ряд законопроектов, направленных на предотвращение жестокого обращения с животными, одобрили в Казахстане. Новый закон обсудили на пленарном заседании Мажелиса. В частности, говорили о том, что дети до 16 лет больше не смогут выгуливать собак крупных пород, а также закрытие дельфинариев и контактных зоопарков. На пленарном заседании Мажелиса парламента Республики Казахстан под председательством Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении поправки в законопроект об ответственном обращении с животными. Для укрепления принципов гуманного обращения с животными разработаны поправки по организации работы по просвещению и воспитанию населения нравственного и гуманного отношения к животным. Данные нормы предлагается реализовать несколькими способами. Это и информирование населения о законодательстве в области ответственного обращения с животными, преподавание курсов биоэтики или введение внеклассной работы по гуманному обращению с животными в системе образования. Проведение выставок, семинаров и других мероприятий. В числе прочего обсуждали предложение зоозащитников по введению запрета на деятельность дельфинариев, выставок животных и контактных зоопарков. Мы безусловно все рады и счастливы, что дельфинарии, зоопарки, передвижные зверинцы и контактные зоопарки будут запрещены, потому что это безусловно мучение для животных. Никакой радости, даже если должный уход, это мучение для животных, а должного ухода у нас, к сожалению, нигде нет. Если здесь мнение зоозащитников единое, то по некоторым пунктам возникают спорные моменты. Например, касательно запрета на выгул домашних животных детьми, не достигшими 16-летнего возраста. Но не всех, а только требующих особую ответственности, то есть собак крупных пород. По детям, что нельзя гулять с крупными и собаками, это, мне кажется, больше, допустим, плюс, чем минус. Но опять же, кто-то воспримет, скорее всего, негативно это. Если это воспитанная собака, то независимо от размера, она очень покладистая и послушная. Допустим, тем более, если она прошла курс дрессировки. Есть мелкие собаки, тойтерьеры, чихуапа, которые вообще неадекватно и агрессивно относятся. И кто бы с ними ни гулял, владельцы не видят в них потенциальной угрозы, не видят опасности, никогда не одевают поводок на них, тем более наморник. Кроме этого, необходимо тщательно разграничить, какие именно случаи являются жестоким обращением. Ряд поправок направлен на закрепление ответственности владельцев домашних животных по соблюдению санитарных норм при их содержании и на осуществление вакцинации и стерилизации бродячих животных за счет средств государственного бюджета или иных источников, не запрещенных законодательством страны. Еще одна новость, которой рады зоозащитники – запрет собачьих боев. Также казахстанцам нужно будет до 1 сентября 2023 года чипировать своих питомцев. Реализация норм законопроекта позволит обеспечить формирование ответственного владения животными и гуманное обращение с ними. Редактор субтитров А.Семкин